Всем привет! Начинаю новый влог. Последнюю неделю где-то, наверное, я не снимала ни одного влога, но потом я посчитала комментарии и вижу, что девчонки всё-таки хотят. Просто у меня в жизни ничего интересного не происходит, и я думаю, что снимать. И думаю, лучше я посижу по лесу и поснимаю бумажные сюрпризы. Поэтому как-то завязала с влогами, но сегодня я решила развязать. А на улице погода оставляет желать лучшего. Льёт, как из ведра, уже третий день. Такая пасмурная погода. И дома, кстати, тоже холодно, потому что мы уже отключили отопление, а очень зря, потому что очень холодно. И сегодня в такую погоду мне надо спуститься и отдать девочке вещи, которые она у меня купила. Кто не в курсе, я решила продавать свои ненужные вещи. А вот эти два платья я сначала выставила. На них уже нашлись покупатели. И в последний момент я передумала, мне так жалко стало их продавать. Это платье просто офигенное. А вот это просто очень короткое, поэтому я хотела его продать и в конечном итоге оставила себе. Мне оно очень нравится. Хоть и короткое, но смотрится обалденно. И ещё такой момент. Каждое платье я выставила по 3 доллара. Учитывая тот момент, что на сайте оно стоит около 20-17 копейками, ещё что-то. Я подумала, где я потом куплю такие платья по такой цене смешной. Но всё равно 4 вещи я продала и очень рада. Если у вас тоже есть ненужные вещи, чем выбрасывать или просто эти вещи будут пылиться у вас в шкафу, лучше продайте или кому-то отдайте. Это гораздо экологичнее. Говорит, что я больше ничего не буду покупать. Нет, это будет враньё. Но просто летних вещей у меня действительно очень много, так как в прошлом году я как-то ненормально скупила около 25 платьев. Поэтому, наверное, летние вещи я пока что покупать не буду. Вот зимних вещей у меня очень мало, а летних дофига. Я очень люблю летние вещи, всякие платьишки, рюречки, бантики и так далее. Вот, поэтому решила взять небольшой такой тайм-аут на это лето и не покупать. Вчера решила себя порадовать и купить ещё один гель-лак в мою коллекцию. Это, кстати, другая фирма, не та фирма, которую я обычно покупаю. Это TNL и очень красивый оттенок. Я уже выкрасила на типсу. Немножко искажает изображение камеры. На самом деле, это такой молочно-персиковый оттенок. Очень красивый. И теперь у меня вот такая вот палитра. Больше покупать оттенки гель-лаков я пока что не буду. Здесь тоже хочу взять небольшой тайм-аут и попользоваться тем, что есть. Несмотря на короткий срок, посмотрите, в какое состояние привёл Твиксик свой ошейник. Его просто на выброс, везде торчат нитки, потому что, когда я только надела этот ошейник, ему не нравилось. И он ножками чесал его в таком состоянии. Сейчас мы поменяем и наденем ему другой. Кстати, к этой вот подвеске он тоже привык. Вот здесь номер телефона мамин. Если он потеряется, я надеюсь, что кто-то додумается открыть эту штуку и позвонить нам. На запасе у нас осталось два вот таких вот ошейника. Было больше, но мы подарили котикам моего брата. Они, кстати, не носят. Розовенький подарили Соне. Вот давайте этот зелёный, что ли, он поновее выглядит. С этим бантиком, думаю, уходить не будет. И здесь тоже эту штучку, наверное, надо убрать, потому что этот звук его будет раздражать. Вот эту штучку я всё-таки решила снять, потому что от неё очень много звука, и это раздражает котика. Поэтому это мы убрали. Теперь у него зелёненький ошейник, и я обратно повесила эту штучку. Красавец мой! Вы просто посмотрите на старый. Это, конечно, нечто. Вот в таком состоянии он. Я привела себя в порядок, и сейчас иду снимать для вас мукбанк. У меня будет Джулиен. Наверное, вы это видео уже видели на моём канале, потому что, наверное, влог выйдет чуть-чуть попозже. Не знаю, как будет настроение. Буду кусочки своей жизни снимать, и потом соединю и закину вам влог. Что касается моих бровей, хотелось бы сказать пару слов. Кто смотрит меня давно, то знает, что я сбрила половину брови. И вы знаете, оказывается, это очень хороший метод, потому что у нас по-любому, по всему лицу есть пышковые волосы. И вот здесь они тоже были. Я как бы несколько раз их побрила, и они стали такими жёсткими, как я и хотела. То есть здесь, раньше, где у меня не было брови, не только я нарисовала сейчас, а могу как-нибудь сблизи, когда смою макияж, показать вам, что здесь тоже у меня уже есть более-менее жёсткие волосы. Вот, если у вас плохо растут, можно немножко сбрить. Правда, первое время вы будете выглядеть, мягко говоря, не очень, но потом всё будет классно. Вот сейчас мне уже гораздо больше нравится, как это всё выглядит. Самое главное для основного канала отработало. Посмотрите на этот творческий беспорядок. Много смотрела блогеров, они говорили, что пространство должно быть максимально эстетичным, чтобы было приятно работать. У меня такое не работает. Это вот то, что я сделала вчера. Нарисовала такие пакетики для Тока Бока. Вот этот мне особенно нравится. И вот такой. У меня будет коллекция Тока Бока, так как в сообществе вы проголосовали именно за эту коллекцию. Ещё сегодня я планирую сделать коллекцию, которую оставлю, чтобы я забыла, что лежало в пакетиках, а потом через месяц-второй распакую для вас. Не обращайте внимания на мой внешний вид. Мне просто очень холодно. Я прям стала такой мерзлячкой. Мы отключили отопление, и я просто одубела. Мне вообще всегда холодно. Когда людям жарко, для меня нормально. Когда людям нормально, мне холодно. Не знаю, с чем это связано. Когда я проходила общее обследование, я спросила у врача. Врач сказал, ты просто такой человек, не парься. Сейчас я себе делаю кофе, потому что кофе заряжает меня бодрым, прям настроением. И мне хочется работать. Кстати, я даже последнее время задумываюсь, чтобы купить кофемашину. Настолько подсел на кофе, особенно мой фирменный, с мороженым. А ещё мама вчера купила такие, как сказать, горшочки. Твикс оценил. И здесь у нас базилик мама посадила. Она говорит, так экономней. Будем пучки завязывать и продавать. Базилик у нас сейчас стоит за пучок сколько вам? 20 копеек. 14. 14 копеек я вам в рублях, в долларах всё напишу. Ещё плюс эти горшочки. Как сильно мы впереди. Ещё плюс она купила это. Землю. Землю купила. Мам, земля сколько стоила? Монат. Монат на две или на одну? Ну, в общем, дорого это всё. Ну, типа экономим. Создаём видимость того, что мы экономим. Просто, знаешь, когда надо, у тебя на подоконнике это будет. А, то есть в магаз гонять не надо. Как классно. Когда они вырастут, покажешь. Они и так и уже выросли. Мама уже купила в таком состоянии. Кто думает, может, там семечку посадили, выросла? Нет. Уже купили в таком состоянии. Здесь тоже мама что-то посадила. Мам, что здесь? Мята. Это для Твикса мяту. Ещё раз показываю, как я делаю кофе для тех, кто не запомнил. Две ложки кофе. Одна ложка сахара. Мороженое потихоньку тает. И получается вот такое обалденное кофе. Сейчас смотрю и понимаю, как же круто снимает камеры. Как хорошо, что мы её всё-таки купили. Точнее, папа подарил мне эту камеру. Она просто обалденная. Деньги отдано не зря. Там у меня загружается видео. А пока что это происходит, я с кофе иду в эту комнату. Это у меня рабочее пространство. И сейчас буду рисовать. Пока есть, не знаю, несколько минут свободного времени, нарисую хотя бы один бумажный сюрприз. Я тут вовсю рисую. Настолько интересно. Один у меня уже готов. Вот такой пакетик. С интересной открывашкой. Очень классный получился персонаж. И одежда классная. В общем, увидите на моём бумажном канале. А я продолжаю для вас стараться рисовать персонажей. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok